Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем. И четвертый блок, который является частью нашего курса, он посвящен характеристике содержания. То есть мы будем говорить о том, что такое тема, что такое сюжет и о том, что такое жанры применительно к искусству живописи. Сначала необходимо поговорить о понятиях сюжета и темы. Сразу скажем о том, что тема – это понятие более широкое. Чаще всего оно предполагает связь с каким-то архетипичным понятием, вечным. Это может быть любовь, жизнь, развитие природы, цикличность бытия, то есть что-то более грандиозное. Сюжеты – это характеристика и категория более узкая. Сюжеты могут быть очень разными, их существует бесконечное многообразие, потому что сюжеты отражают богатство и изменчивость жизни в целом. Многие авторы стремились систематизировать сюжеты, как, например, сделал известный французский художник Эжен де Лакруа. Автор предполагает вот эту классификацию по признаку происхождения того или иного сюжета. В своем дневнике Эжен де Лакруа выделяет следующие группы. Первая часть – это мифологические сюжеты, при этом он отмечает, что это наиболее выгодные в пластическом отношении сюжеты. Вторая группа – это сюжеты библейские. Они наиболее распространены, потому что религиозная тематика, она издревле присуща человеку. И интерпретация этого сюжета, она также составляет одну из основ для художественной практики. Третья группа, которую выделяет автор – это литературные сюжеты. И нужно отметить, что именно эти темы, они, по мнению художника, могли представлять большой интерес. Дело в том, что сам он часто обращался к литературным темам. Например, это такие авторы, как Данте, Байрон, Шекспир. И вот его знаменитая «Ладья Данте», изображение которой перед вами является характерным образцом именно такого рода. Это первая самостоятельная работа художника, «Ладья Данте» или «Данте и Вергилии», которая написана на сюжет «Божественной комедии». Произведение было создано в 20-е годы XIX столетия и принесло художнику широкую известность. Именно эта картина заставила публику говорить о рождении нового художника-романтика. Мощное эмоциональное воздействие этого полотна в первую очередь объясняется таким нестандартным и нетрадиционным использованием цвета, потому что, в отличие от классицистов, которые отводили ему второстепенное значение по сравнению с рисунком, здесь Далакура, наоборот, считает, что цвет – это именно основное средство выразительности. Отметим, что яркие пятна красного и синего, резко выделенные фигуры благодаря белому цвету – это всё то, что позволяет художнику максимально ярко и полно интерпретировать вот тот литературный сюжет, который он берёт в качестве основы. Поэтому эти сюжеты, которые он определяет как литературные, также были достаточно популярны с его точки зрения. И четвёртая группа, которую выделяет автор – это бытовые сцены современной жизни. При этом сам художник отмечает трудности их трактовки. И действительно, мы с вами увидим, что жанровая живопись в дальнейшем – это одна из наиболее интересных и сложных тем для изучения, анализа и описания. Отметим, что не только в рамках европейского искусства и в рамках европейской традиции существовали классификации жанров. Подобные классификации были и в академических программах, в частности, Русской академии художеств. Вот Михаил Ломоносов, наш известный учёный, он составил программу сюжетов из отечественной истории. При этом предполагалось обращение внимания именно на духовные и нравственные смыслы исторического события. Вместе с тем, в своём сочинении Ломоносов указывает изобразительные, пластические возможности того или иного сюжета. Речь идёт о сочинении, которое называется «Идея для живописных картин из российской истории», Ломоносов даёт краткие, но выразительные описания таким сюжетам, как, например, «Основание христианства в России», «Сокрушение идлов и крещение Руси», «Победа святого Александра Невского на Чудском озере» с летописными комментариями исторического рассказа, «Сражение с Мамаем» или «Подбег священно-мученика Ермогена» и другие. То есть таким образом мы видим, что так или иначе вот эта вот сюжетная составляющая, она привлекала совершенно разных авторов и в Европе, и в России, и поэтому здесь существуют совершенно неисчерпаемые возможности для дальнейшего углубления и самостоятельного изучения темы. Конечно, классификации любые вряд ли могут охватить всё разнообразие сюжетов, потому что всегда останутся те, которые будут новыми, современными, и существуют, тем не менее, сюжетные ситуации, которые, как правило, повторяются. Речь идёт о таких сюжетах, как сюжет-диалог и сюжет-явление. Данное деление, оно основано на том, что в композиции картины чаще всего воплощаются два начала. Первое начало – это логос, то есть смысловое начало слова, и второе начало – это мэлос, то есть пластическое начало. Здесь мы опираемся на классификацию, которая была предложена Третьяком, поэтому, конечно, существуют и другие, однако данная максимально полно позволяет определить и объяснить сюжеты в рамках нашего учебного курса. Так вот, сюжет-диалог, он предполагает изображение происходящего на наших глазах действия. Обычно это драматическая композиция, которая вызывает у зрителя размышления. И вот такая диалогическая форма изображения сюжета, она диктует определённое композиционное построение, то есть лица, фигуры, они показаны в определённом отношении друг к другу. Это может быть оппозиция, это может быть противопоставление или, наоборот, единство, синтез и гармония. Возможности раскрытия такого сюжета, они многообразны, потому что всегда присутствует определённый конфликт, особенно это заметно в исторических и жанровых картинах русской школы живописи 19-го столетия. Рассмотрим для примера сюжет «Диалог». Это картина Николая Николаевича Ге. Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе. Произведение, которое принадлежит выдающемуся мастеру, который работает во второй половине 19-го столетия, картина была создана в 70-е годы 19-го века. Николай Николаевич Ге стремился к историческим образом и евангельским сюжетам, которые предоставляли, на его взгляд, большие возможности для решения морально-этических проблем. Он выставил картину Пётра I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе на первой передвижной выставке, которая состоялась в 1871 году. В картине предложена психологическая трактовка истории. Перед нами драма столкновения личностей, приверженцев противоположных жизненных ценностей. Известно, что царевич Алексей был человеком прекрасно образованным, он знал несколько иностранных языков. В сущности, он не выступал против реформ, по введению в Россию каких-то новшеств. Однако был некоторый конфликт, в частности, это жестокие, иногда деспотические формы правления Петра I. Алексей Петрович бежал на запад, он был вызволен оттуда и замочен до смерти под пытками в Петропавловской крепости. Так, по крайней мере, говорят официальные учебники истории. Историческое полотно Ге обостряет передачи противоположных внутренних состояний персонажей, их разнонаправленными эмоциональными движениями. Внешне они изображаются спокойными, без каких-то внешних эффектов и жестов. Тем не менее, историческое событие здесь показано как драма переживаний. И еще раз повторю, что это был пример такого вот сюжета диалога на примере русской живописи 19-го столетия. Однако существует и другая форма подачи сюжета, когда как будто в станковой картине или в иконе ничего не происходит. Это сюжет явления. Вместе с тем, такие работы они притягивают. Зрители созерцают их как зачарованные. В таких работах художник словно останавливает действия. С большей силой мы ощущаем зривый образ, образ слова. И в качестве примера давайте посмотрим на икону, которая была создана во второй половине 13-го, в начале 14-го столетия. Это икона Илья Пророк. Здесь мы видим, как главный персонаж, он слушает глаз хлада тонко. То есть передается состояние ожидания, внутренней сосредоточенности. Как будто изображение статично, однако при этом присутствует внутреннее движение. Конечно, для такого более глубокого понимания необходимо знать источник сюжета. И для этого следует вспомнить ту цитату из священного писания, которая является основой для данной композиции, для данной иконографии. И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господнем. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы, и сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Вот тот самый глаз хлада тонко, который и слушает здесь Илья Пророк. Поэтому вот вторая группа сюжетов, это сюжеты явления, они предполагают совершенно иные особенности восприятия. Отметим, что в различные эпохи преобладает та или иная форма сюжета. И основная задача, ориентируясь в сюжетах, смотреть как бы чуть-чуть сверху, чтобы уметь определять и тему, которую трактует автор. Поскольку это во многом определяет средства выразительности, которые используются художникам. Странно, например, говорить о юности в мрачных тонах или о создании нового мира в какой-то вялой и аморфной композиции. Поэтому вот эта вот часть, которая связана с пониманием сюжета и темы, она является принципиально важной для анализа и описания произведений искусства. Следующий сюжет, который связан с представленной тематикой, это понятие жанра. Жанры – это исторически сложившиеся деления произведений искусства в соответствии с темами и объектами изображения. То есть жанр определяется по тому, что изображено и как изображено. Отметим, что все жанры, они так или иначе связаны с человеком. Например, портрет предполагает достоверное изображение какого-то человека или группы лиц. Натюрморт обычно изображает мир вещей, которые окружают человека. Бытовой жанр – это изображение человека в повседневной жизни. Исторический жанр – это события реальной или легендарной истории. Пейзаж – это мир природы. Поэтому вот эта антропологическая составляющая, она принципиально важна для классического искусства. В историко-художественном процессе пути жанров они постоянно переплетаются, создавая сложные взаимосвязи и дополнительные сложности в определении характера произведений. В станковой живописи развитая система жанров, она складывается достаточно поздно, только в XVII столетии. И в русском искусстве этот процесс, он происходит еще позже, уже в XVIII веке. И в следующий раз мы с вами начнем разговор о различных разновидностях жанров, которые требуют особого внимания при анализе и описании картины. Я благодарю вас за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова